Когда я увидела в интернете приказ о назначении стипендии, у меня было такое состояние, я даже не могу объяснить словами, потому что сначала так сердце билось, искала свою фамилию, а потом увидела и так обрадовалась. По словам Юлии, правительственная стипендия – большая удача и большой труд. Участие в научных конференциях, публикации творческих статей и активная внеучебная жизнь. В 2019 году Юлия побывала на форуме Волга Янзы в Китае, представляла Чувашию. Насыщенную студенческую жизнь она совмещает с работой. На национальном телевидении девушка третий год и уже добилась успеха. Даже провести прямой эфир для нее – не проблема. В таком режиме проходит каждая утренняя передача «Ирползан». Работа, потом учеба, а после учебы – снова на работу. Каждый вечер Юлия готовит сюжеты для программы «Республика», а после пишет сценарий для детской передачи «Звездочки». Обычно по утрам на работе, а потом в дневное время учусь и после учебы тоже возвращаюсь на работу. Но мне кажется, в молодости так и должно быть, не должно хватать времени. Старания Юлия отмечает руководство телеканала, преподаватели и родители, которые поддерживают ее во всем. А родители тоже гордятся, и друзья гордятся, конечно же, потому что это все-таки большая награда, всероссийская. Сложности у Юлии были только с заполнением документов. Собрать все научные статьи, грамоты, заверить их, отсканировать и отправить на комиссию. С таким плотным графиком времени на это не хватало. Но и с этим Юлия справилась. Результат – еще одна золотая монета в виде всероссийской награды упала в копилку ее достижений. Екатерина Никитко, Елизавета Цветкова, Павел Иритков, «Республика». Продолжение следует...